В третьем часу ночи дивизия полковника Деева, завершив 200-километровый марш, вышла в заданный район на северный берег реки Мышкова и без отдыха стала занимать оборону, вгрызаться в мерзлую землю, твердую, как железо. Теперь все уже знали, с какой целью занимался этот рубеж, представлявшийся в воображении последним барьером перед Сталинградом. Тяжкое погромухивание отдаленного боя, доносившееся спереди, накалилось в четвертом часу ночи. Небо на юге посветлело, розовый сегмент, прижат темнотой к горизонту, и в коротких затишьях, в той стороне, откуда приближалось невидимое, неизвестное, Слышны были на занимаемом рубеже скрежет лопат, звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды, фырканье лошадей, два стрелковых батальона, три батареи артполка, и отдельные противотанковые дивизионы были выдвинуты, Переброшены через реку по единственному мосту, соединявшую ему станицу, и закреплялись впереди главных сил дивизии. Окапывались здесь, в охватившем всех в возбуждении люди, то и дело матерясь, глядели на Дзарево, Дзарево, потом на северный берег, на пятна домовку Гугру, на деревянный мост, по которому шли запоздалые орудия артполка, А река Мышкова, разделявшая станицу, лежала внизу, синее под звездами. Снег густым дымом сдувала с высоких ее берегов, Поземка жгутами скользила, неслась по льду, Оббивая впаянные в лед сваи моста. Батарея лейтенанта Дроздовского, поставленная на прямую наводку позади боевого охранения, Зарывалась в землю, на самом берегу реки. И спустя три часа изнурительной работы, орудия были вкопаны на полтора лопатных штыка. Лейтенант Кузнецов, горячий, мокрый от фото, Сначала испытывал азартное чувство, какой-то одержимой поспешности, Как испытывали это и все, слушая заглушенные расстоянием овальные раскаты в стороне светлого сегмента неба. Каждый понимал, что бой приближается, неумолимо идет оттуда, И не успев окопаться, без защиты, в земле останешься на заснеженном берегу раздетым. А лопаты не брали прокаленную холодами почву. Сильные удары кирок выдалбливали лунки, клевали землю, Брызгая крепкими, как кремань, осколками.